Mortal Kombat 3 и Jim 2. Несмотря на бытущее мнение, что продолжение всегда хуже начала, Mortal Kombat 3, по-прежнему полный крови с тонов, спецударов и скрытых эффектов, в наступившем году, видимо, вновь займет место лидера в категории драки на картриджах. Что касается невероятно забавных приключений дождевого червя Джима, то эта игра от US Shine Entertainment очень смело пробила себе дорогу на приставочный Орим, оригинальная на любом уровне, она осталась такой же и во второй части. А смеха стало еще больше. После успеха первых двух частей творения компании Acclaim, ни у кого не возникало сомнений насчет того, что будет и третья серия. И вот, наконец-то любители всеобщего мордобития дождались. Семь старых и семь новых героев готовы побороться за вас и за нашу многострадальную планету, которая по-прежнему остается лакомым кусочком для сил потустороннего мира. Основная цель игры остается неизменной. Кровавые и беспощадные поединки. Только теперь одолеть противника гораздо сложнее, потому что создатели игры постарались сделать ее более напряженной и добавили пугающую скорость. Добавилась новая функция — гек, которая позволяет совершать самые сложные приемы добивания и превращения в животных. У каждого игрока, кроме обычного индикатора, оставшейся энергии, синяя полоска, которая становится красной при чрезмерных ударах по голове, есть также и специальный индикатор, показывающий, как долго вы еще сможете бегать без серьезного морального ущерба. Еще одно новшество — шестизначный код, позволяющий во время игры получить фантастические возможности. В том случае, если вы бьетесь не с компьютером, а с живым партнером, управляющим одним из персонажей Mortal Kombat 3, в нижней части экрана с картинкой двух противоборствующих бойцов имеется шесть загадочных квадратика. Если вы задействуете соответствующую клавишу, в квадратики будут появляться некие картинки, всего их девять. Это мог быть символ Mortal Kombat 3, череп, знак вопроса, изображение Райдена, Финь-Янга, Шао Кана и многое другое. Так вот, игровые эффекты во многом зависят от того, какие картинки помещены в квадратиках. Например, если один из игроков установит во всем принадлежащем ему квадратиках изображение Шао Кана, то он поплатится потери половины энергии в начале каждого раунда. Или, скажем, если на экране будет шесть Мьянгов, то вы не сможете пользоваться блоками и так далее и тому подобное. В режиме «один игрок квадратиков» нет, зато вы можете выбрать свою судьбу. Начать игру в одной из трех башен с тремя различными схемами боя. В Mortal Kombat 3 сохранились все прежние удары и добрая традиция добивания вашего оппонента. По-прежнему можно помочь упасть ему с моста на три вращающихся ножа. Игра становится все более кровавой и кровавой. Ни для кого не секрет, что Mortal Kombat стал самой жестокой игрой 1994 года. Однако, если в Штатах строго следят за распространением игр, там есть специальные возрастные ограничения. Для всяких малолетних Янки, то в нашей стране в Mortal играет чуть ли не с пеленок, а школьники младших классов обсуждают на переменах, как вырвать у Джекса голову вместе с позвоночником, а потом еще и долбануть его пару раз об стену, выкинуть за ринг, используя секретную комбинацию вправо-влево три раза вперед блок на все кнопки сразу, вниз-вверх, и при этом заработать 200 тысяч очков. В Mortal Kombat 3 введен элемент сострадания к ближнему своему. Теперь после Зверского Избиения вы можете выбрать или Фаталити, после которого ваш соперник наверняка будет себя чувствовать очень плохо, или Мерси, благодаря которому вы даете ему немного жизненной энергии, чтобы он мог встать и продолжить поединок. Вы, наверное, подумали, что ни за что не станете использовать эту ценную возможность, дабы не рисковать своей жизнью. Однако, не все так просто. Вы должны будете применить Мерси, чтобы потом использовать еще одну возможность. Животное Мерси, которое выполняется путем нажатия на кнопочки «Вниз-вниз-вниз» и «Бег». Чтобы выполнить эту трогательную операцию, вы должны быть в третьем раунде, сделать Мерси, а уже потом нажимать специальные кнопки. Итак, кто же они, эти 14 бойцов, которые решили встать на защиту мира? Синделл, жена Шао Хана, жертва реинкарнации. У нее длинные волосы, которые могут запутать кого угодно, и высокие ботинки. Умение быстро стрелять энергии и издавать леденящие душу вопли, делают ее практически непобедимой. Чтобы запустить огненный шар в ее исполнении, надо нажать кнопку «Вперед-вперед» и «Нижний удар рукой». Криком приткнуть противника, трижды нажать на кнопку «Вперед» и кнопку «Х». Роль «Сингл» исполняла актриса Леа Мантелонго. Вторая девушка по имени Шива очень похожа на дочь Горра. У нее четыре руки, черные волосы, ну, выглядит она отвратительно. Правда, устоять на ногах при ее яростном стампу невозможно. Она может пригвозить к земле при комбинации кнопок «Вниз» и «Вверх» или пустить огненный шар вниз, вперед и кнопка «Х». Дальше идет Сайрекс, кибернетический ниндзя золотого цвета, который покрыт броней. На вооружении у него энергетическая сеть, запутывающая противника на небольшое время, достаточная для пары ударов. Он большой любитель покидать гранаты и самый неуловимый из участников. Роль Сайрекса исполнил актер Сал Девита. Кабал, который носит маску и дерется двумя обоюдоострыми мечами. Он эффективно ставит блоки и любит покосить своих соперников огромной циркулярной пилой. Чтобы запустить огненный шар, необходимо дважды нажать на кнопку «Назад» и кнопку «Х». Крученая торнадо в исполнении Кабала «Назад-вперед» и кнопка «С». Чтобы запустить пилу, нужно нажать три раза назад и кнопку «Бега». Роль Кабала на картридже исполнил актер Ричард Дивизио. Лио Канг успел отрастить длинные волосы, но дерется он по-прежнему в старых штанах. Только ему было суждено победить и в первом, и во втором «Мортал Комбате». Его приемы быстры и не отлить мают много энергии. Теперь же его огненные шары могут достичь в любой точке экрана. Все приемы старые. Шан Цю. Его играет новый актер Джон Торн. Он помолодел, и у него осталась уникальная возможность превращаться в любого другого персонажа. Он способен стрельнять энергии много раз подряд. Для запуска огненного шара необходимо нажать дважды на кнопку «Назад», дважды на кнопку «Вперед» и на кнопку «Х». У Джекса, который сам любил отрывать руки врагов, эти самые руки в конце концов-то и оторвали, дав взамен металлические. Правда, что позволило ему теперь еще и запускать ракеты. Чтобы запустить одну ракету, необходимо нажать кнопку «Назад», «Вперед» и кнопку «Х». Две ракеты, дважды вперед, дважды назад и кнопку «Х». Удар плечом у Джекса достигается из комбинации «дважды вперед» и кнопки «З». А для того, чтобы прижаться к земле, необходимо нажать на 3 секунды кнопку «С». Саб-Зеро. На этот раз он без маски. Его исполняет Джон Торн. Он тоже холоден, как и прежде, но его синие подтяжки, несомненно, устрашают видавшего виды игрока. Чтобы освежить вашего соперника, надо набрать комбинацию с кнопок «Вниз», «Вперед» и «В». А чтобы его поразить ледяной глыбой, комбинацию «Вниз» и «Вперед», но теперь с кнопкой «Х». Подкат же делается из трехкратного нажатия кнопки «Вперед» и кнопок «В» и «С». Неизвестно, где была Соня во время Mortal Kombat 2, но все рады ее возвращению, тем более, что ее роль исполняет Керри Хоскинс, модель из небезызвестного журнала «Плейбой». Она не остановится, пока не отомстит Шао Хану. Ее новый прием «Line Bicycle» также опасен, как и все остальные. Для того, чтобы осуществить этот перелет, необходимо набрать трижды комбинацию с кнопок «Назад», «Вперед» и потом комбинацию «Назад» и «Кнопка Х». Чтобы достичь удара энергии, необходимо нажать кнопку «Вниз» и «Вперед» и «Кнопка А». Герой по имени Кана в честь своего возвращения в игру разжился новым красно-черным костюмом. По-прежнему в его арсенале нож. Удар ножом достигается в комбинации «Вниз» и «Вперед» и «Кнопка Х». Метание этого ножа достигается в комбинации «Вниз» и «Назад» и «Кнопка Х». Актер Ричард Дивизио сыграл Кана на картридже «Mortal Kombat 3». Страйкер — американский полицейский, который дерется дубинкой и бросает гранаты. Высокий бросок вперед-вниз-назад Х, низкий бросок вперед-вниз-назад и кнопка А. Сектор отличается от «Сайрекса» цветом и набором приемов. Способность стрелять ракетами приводит в панику самых опытных игроков, можно даже сказать профессоров Mortal Kombat 2. Для того, чтобы телепортироваться, необходимо дважды нажать на кнопку «Вперед» и кнопку «С». А для того, чтобы запустить ракету, тоже нужно нажать дважды на кнопку «Вперед» и на кнопку «А». Фунглао, такой же, как и в Mortal Kombat 2, стал теперь еще более бесстрашным и опасным. Его острые летающие шляпы кружатся вокруг вас, как стая мук. Сыграл этого героя актер Энтони Маркес. Для того, чтобы бросить шляпу, необходимо нажать комбинацию из кнопок «Назад», «Вперед» и кнопку «А». Телепортироваться можно так же, как и Шива, кнопками «Вниз» и «Вверх». А для того, чтобы достичь кручения, необходимо нажать комбинацию из кнопок «Вперед», «Вниз», «Вперед» и кнопку «Бега». И последний, 14-й герой, по имени Ночной Волк. Это необычный индейец, которого сыграл актер Сел Девита. Представьте себе сочетание магического топора, разящих стрел и мощных мускулов. И вы получите великолепный персонаж, способный устрашить даже своей внешностью. Чтобы выстрелить из звука, необходимо нажать на кнопку «Назад» три раза, а потом на кнопку «З». Выбор случайного персонажа, так и в Mortal Kombat 2, осуществляется из комбинации кнопок «Вверх» и кнопкой «Старт». Как вы поняли, кампания собралась довольно необычная. И теперь стоит поговорить о местах, отведенных под сражение. Они полностью совпадают с общим жизнерадостным настроением игры. Кладбище с могилами, башня Шаохана, мост, где можно сделать спид-фаталити, метро, с которого можно попасть на улице. В общем, вы можете выбирать все, что вам угодно. Короче, джойстики в руки и вперед бахать по кнопкам. Страйкер везет. Сволос. Виктория. Телебой. На 24 страницах в полном свете и движении. Кроме новых приключений неутомимых бойцов, на страницах этого журнала проводятся разные конкурсы для любителей игры Mortal Kombat. Пособие со всеми секретами, окончаниями и тому подобным для Mortal Kombat 2 заняло 160 страниц. В Европе в магазинах уже появился этот первый официальный гид для игрока, благодаря которому все тайные коды и секретные герои становятся доступны. После выхода Mortal Kombat 3 на Sony PlayStation в воздухе повис вопрос, а будет ли еще более смертельный поединок? Да, будет. После разработки последней версии создателей Mortal Kombat, Эд Бун и Джон Тобиас, решили несколько недель отдохнуть, чтобы поднакопить идей для Mortal Kombat 4. Так что, несмотря на величайшую бойню всех времен и народов под номером 3, нас ждет еще и продолжение.